Между тем, эпидемия гриппа, которая шагает по стране, становится поводом для различных публикаций в прессе. Например, о том, что болезнь переносят домашние животные. Ксения Бородкина отправилась в ветеринарную клинику за разъяснениями специалистов. У Илоны дома живет кот Фоксик. Вот уже 7 лет. Но за это время девушка ни разу не видела у него проявлений ОРВИ. Она ветеринар и знает, иммунитет у кошки в 4 раза крепче, чем у человека. И поэтому питомцы меньше подвержены инфекционным заболеваниям. С котиком с нашим общаемся, обнимаемся, каждый день играем, как обычно живем. То есть никаких там масок, кота в изоляции? Нет, все как всегда. Спокойно с ним общаемся, играем, кушаем, кормимся, дружим. И также ребенок с наш общается с ним. Основной путь передачи вируса гриппа и ОРВИ воздушно-капельный. Один единственный вирусоноситель способен вызвать цепную реакцию заражения. Но может ли человек передать заразу животному и наоборот? На эту тему сейчас ведут множество исследований. И пока это не подтверждено. В биологии есть такое понятие, что если пассаж происходит у одного вида животного или человека, человек один вид, в общем-то, если у него происходит, то как бы вирус приспосабливается именно к этому виду млекопитающих. Поэтому я считаю, что вот так вот взять и больной гриппом заразить свое животное, ну это немножко, скорее всего, исключение, чем какое-то правило. Исключений зафиксировано немного. В доступных источниках сообщают о случае передачи свиного гриппа кошки в штате Орегон в 2009 году. Владелец животного серьезно заболел гриппом и был госпитализирован. Пока он был в больнице, кошка, не контактировавшая с другими больными, умерла от пневмонии. Правда, научно этот факт не доказан. Да и статистика подтверждает, домашним питомцам ОРВИ и грипп не страшны. В ветклиниках никаких очередей и всплеска заболеваемости. Тогда как в больницах для людей не протолкнуться. Так что кошек и собак изолировать не стоит. Ксения Обороткина, Александр Егоров, Новости ОТС.